Утешителю души истины, и живи с детстве, и вся исполняй сокровища благих. И жизни подателю принестилися вны, и очистили от всяких скверных, и спаси Боже души нашу. Господи, мы просим Твоей милости прибыть с нами на этих занятиях, чтобы нам не уклониться от истинного смысла, который заложил Дух Святой в Священном Писании ни направо, ни налево, но следовать прямо за Тобою. Будь нашим единым Учителем, у ног Твоих мы склоняемся. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вторая коринфянам, первая глава, седьмой стих. И надежда наша о Вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для Вашего утешения и спасения, зная, что Вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Блаженный Феофилакт Толкования. То есть мы твердо уверены в Вас, что не отпадете в искушениях посему. Тем более не смущайтесь, видя, что мы страдаем. Для нас же и утешаемся, для Вас же и утешаемся. То есть наше утешение бывает Вашей отрадой. Ибо если мы получим только малое... Возьми очки-то, я принесу. Не разбирай слова. Малое воодушевление, то и этого достаточно к утешению Вашему. Потому что Вы становитесь общниками нашей радости. Поскольку Вы, когда нас преследуют, скорбите. Как будто сами претерпеваете это. То мы знаем, что когда утешаемся мы, Вы почитаете себя получившими утешение. Это конец всего. Хотел вопрос задать как раз тут. Скорбью от утешения. Вот. К Игнатию Тихоновичу хотел вопрос обратить. Тут вышли на Игнатих, начало так интересно. Называется... С браком заседовали в интернете. Называется Критика канала Ютуб. Нашего видеоканала. Видеоканала Критика, да, нашего? Да. Игнатия Лапкина, да. Да, Игнатия Лапкина. Видеоканала. И там, значит, вышли и беседуют на полном серьезе. Говорят что-то там не нравится и так далее. Ну и вот Игнатий Тихонович, думаю, ну что ответить? Ничего не отвечает Игнатий Тихонович. Я думаю, это для него, вот сейчас думаю, скорбь для него такая. Или какие-то... Что он преследует? Думаю, надо задать вопрос ему. Ответил. Ответил? А мы сейчас спросим. Игнатий Тихонович, вы ответили что-то или это... Никогда не отвечаю вообще. Я отвечаю только тогда, когда спрашивают, простая, а где находится ваша деревня? Потому что приходится открыться. А то, что конкретно по делу, у меня есть причина. В первую очередь, есть кому отвечать. Там Кальмаев Михаил вступился, налево и направо ответы дает. И те, которые никогда не выступали, вылезли. Есть такие, у которых нет имени, никакого. Ни имени нет, как называют там, что-то аватар поставят и что попало. Ну нет имени. Совсем накручены какие-то сигналы, то храмовые, то какое-то общество, то другое. Я знаю, это бесы. У бесов нет имени. Вы ни одного беса не знаете. У архангелов есть, а у сатаны ни одного беса нет имени. Это бесы вылазят. Притом, они отвечают не по делу. Допустим, ну вопрос о крещении. Сейчас задают и повтор. Ну раз задают, то и повтор. Не надо даже удивляться. Человек, у которого милости не просят, он всем отдает и говорит, во славу Божию. Следующий нищий подай мне, тот же вопрос. Во славу Божию, во славу Божию. Ну одному по-другому ответил. Он говорит, я узнал, ты богатый, а даешь только всего по сотне. Ты бы мог дать больше. Он говорит, ну ты же не один, другие есть еще. Тут у него маленькая разница. Так и здесь. Они пришли за мое застолье. Ну неудобно говорить, потому что это имеет отношение ко мне. И то, что я отвечаю, им хватит на сотню лет. А они не считают ничего, они перепрыгивают и дальше. Вот в одном месте было там что-то о Божьей Матери, есть с ней дети. И что попало, говорят, и вдруг слава Болков. Заходят и отвечают пояну Златоусту, по блаженному Фефиллахту, выдержки. Следующие, которые между собой собачились, как говорится, они перепрыгнули через него и дальше продолжают ругаться. Мой форум не до этого, я их предупредил. Ребята, вернитесь назад. Или я вынужден принять более строгие меры. Ну и пришлось, конечно, в счете. Некоторые сами ушли, за собой затерли поставленное. Что я ему буду отвечать? Относительно крещения. Я даю 136 документов. Ну это пачка, 136 документов-то. А они не одного, они только говорят. Говорят, а что это одна капля, да может слюной, да может песком. Я называю их песочные слюнтяи. У них песок и слюни, больше ничего нет. Никакие вы не священники, вы никто, безобразники. Я даю правило, они дедахи. Дедахи, во-первых, она не канон и считается апокрифом. Но и она не говорит, что крестите так. Она там, написано, когда крестишь, крести в проточной воде. В обе. А если нет в проточной, в стоящей, езжай, потеряй в кубозере. А если нет, третий, большой сосуд, которым трижды погрузи. А если этого нет, трижды возлей в воду. Ну где, понятно где, там говорится. Это клиник, его машина раздавила, привезли, в баракаметре где-то лежит. С него одежду можно только срезать. Или в тюрьме, там вообще никакого сосуда нету, на воде есть. Или в плену у татар в степи. Вот три пункта. Но вы ни к одному не подходите. Почему не крестите-то? Советская власть, да, это советская власть. Это настоятель Войтович был, отец Николай Павлович. И он мне говорит, советская власть, а ты видите, ну вы не разрешаете. А как же ваптисты крестят? Но они к ним более лояльны. Как? К ваптистам? Да вы же главное-то. Ваптистам сажали пачками. Я уполномоченный был тогда, Седишев Александр Петрович, он все еще живой, ходит, посещается теперь-то. Они создали свою церковь, в которой ничего не требуется. И он ходит туда. Я говорю, а почему не разрешаете, кто не разрешает? Я говорю, ну, мне хоть утопить их всех, говорит, разница никакая. То есть они обманывают. И когда я привожу вот эти 136 свидетельств, что говорит Библия святая, что говорят каноны вселенские, которые сегодня, которые регламентируют нашу жизнь, 7 вселенских соборов, 9 поместных, и это 13 или бывает 17 святых отцов. Это 719 правил. Из них 413 каждый день нарушают. Я потратил столько времени, пока выявил все правила, узнал, где их нарушение идет, и подвел. А они ничего не говорят, а можно и с виной? Не знаю. Просто такое наплевательское отношение, у них с виной много накопилось. Кресят адвентисты, яговисты, старобрядцы. Все крестят полное погружение. Вы с кого пример берете? С отступником, попежников, католиков, которые стоят вот, а он у Григорина Армян, так чашка стоит, она в руку опускает, девушку крест, она руки опустила, вытащила все. А он берет и щайнички, ей на нос что-то льют, там, амиши такие, тоже крещение. У них ничего нет, и что я ему буду отвечать? А этот материал, который я выставил, он прямо под роликом. Или вот сейчас о войне. Я выставил, какое мы даем заявление в военкомат, ссылаемся на закон Российской Федерации, два пункта на Конституцию, что дается возможность по религиозным убеждениям военную службу заменить на альтернативную, без оружия, за больными, за заразными, вместо полтора года, два года сделает, три. Я вывожу законы. Господь говорит об этом, не клянитесь. А присягу принимать, это человек дает, клянется просто. Клянусь, так и написано. Господь говорит, не клянитесь. Мы считаем Матфея, 5-6 глава и Иакова. А они-то ничего не говорят. Я ему привожу, допустим, 28 свидетельств из Зоанна Златоуста. В каком томе, в какой странице, в том странице. Так это сотая доля. Я уже вижу, рука устала писать. Они ничего не знают. Им нужно, как говорится, побегать, полаять. Бешеные волки, бешеные собаки. С кого я буду отвечать-то? Это уж надо быть никаким, чтобы отвечать. Пусть он прочтет, что я сказал. Написал. О том, что верующим нельзя убивать. А я говорю вам. И на каждый пункт. А их там у меня примерно 150 пунктов. Святых отцов. Жития святых. И на каждой ответьте. Опровергните. А вы все, абсолютно все. Библию не признают. Каноны не признают. Каноны наказывают. Наказывают. Даже в Новом Завете каноны. К Афанасию письмо Василия Великого канонизировали. Говорят. Да вы сравните с Велким Заветом. А я говорю вам. Поворот. Я не могу ему отвечать. Никого нету. Это аспиды глухие. А может там епископ тебе отвечает. А мне какая разница. Нарушитель остается нарушителем. Ему тем страшнее будет на суде Божьем. Они не знают Писание. Они не читали святых отцов. Они не знают жития святых. А я все это выстоял в ряд. Ну зайди вот сейчас. Про который ролик-то назвал. И там внизу комментарий. Ну кто читал? Читала? Комментарии написано. Комментарии. Рядом играть и лапкин. И комментарии. И первые две строчки приводятся. Там три. А внизу говорит. Там надо ткнуть. Она развернулась. И написано. Тысячу тридцать строчек. Тысячу тридцать строчек. Он даже не... Ну понимаешь, что такое тысячу строчек-то? Дальше я второй раз уступаю. И таких вот пакетов я выставляю по четыреста, по восемьсот страниц. Четырнадцать пакетов выставил. У него ничего нету, кроме слюны и песка. Я доказываю ему. А вот вы, небось, обращались в милицию. Да мне и дано право обращаться. Я ее содержал всю жизнь. С меня налоги высчитывали. Мне не сказано, нельзя обращаться. Мне сказано, нельзя убивать и клясться. Он ничего не опровергает. Тот человек, кто нападает. Он совершенно не туда кидает. Ну иди воюй, если ты епископ, надень по ноге, иди тебе башку сшибут в Чечне. Там дано указание первым делом попов отстреливать, как главных виновников этой травли. Это вы натравили? А я-то не натравливаю. Вчера сообщают. Зашли в Луганск, это в Донецке, в молитвенный дом баптистов, в собрание идет. Арестовали пресвитера, диакона, там еще кого-то, четверо-то. Ну и ждут дома, там молятся, еще долго их нет. А они уже в могиле зарыты, всех расстреляли. Пытали, только один вышел оттуда, кто-то. И говорят, я слышал, как они сильно кричали, ломали, видать, пальцы, там что. И теперь их портреты огромные, бросил человека, выставили. И все вместе, все сектанты собрались в городе, теперь в одном месте. Кто расстрелял-то? Ну говорят, что это ополченцы. Ну иди, доказывай. Ну это выставлены венками, рамки. Ну это 8 человек, ну 4 признали они свои баптисты. А остальных, как мы не знаем. Ну 8 нашли. Захоронение. И не где-то именно, ну так или не так, не знаю. На меня скинули, вот посмотрите, что. Я православный. Я не мог вечером, вот похожу опять, посмотрю на них, жены. У одного, кажется, семеро ребятишек. Все молодые ребята. Другой молоденький, один не женился. Один женатый, но другого трое ребятишек. Молодые, красивые, здоровые, трезвые. Ну это нужно, чтобы... А за что? А за то, что они поддержали киевскую власть. Да какую же им поддерживать, когда это Украина-то? Какой они даже? Даже каких-то смутьянов, разбойников, бандитов. Почему Россия одобряет тех, которые поддерживают Россию, а не тех, которые... Ну, тех, которые за отделение. Федерализация эта. А это бандиты, это оттуда, они хаттабы, они виноваты. Да у них такая вера. Они говорят, коронованные Кораном, я так называю. Если не спрашивать нечего. Коронованные, знаете, кого называют? И он делает повод. Поэтому... Они одну муку не туда ставят, и выглядит все по-другому. Господь, Бог говорит, благословляет оружие. А они как-то, мы Бога благословляем оружие. Мы так вот слова перевернули, и дальше иди убивай. Благословляем, то есть я угождаю Богу. Маленьких ребятишек в школе, я перенесусь на чеченцев, показать здесь. И спрашивает, ты кем хочешь быть? Братом моим. Он в раю находится. Он воевал за наш ислам. Ну, тех, которых разбойниками называют. Все. И они в школе спросили, они как один, маленький, вот такие вот, ползают. Там под проволокой. Он всего 8-6 лет ему, и он уже готов идти убивать непрерывно. Да где вы их справитесь с ними-то? Это весь всю нацию надо уничтожать. Так и здесь. Мне отвечать некому. Если бы серьезный был такой оппонент, вышел и сказал, вот вы говорите, а вот святые отцы говорят не так или это. На нем выступает, допустим, там Смирнов, он по этому делу. Да у него по макушку крови. Сколько погибло из-за него ребят. Какие танки освещали на Чечню. В Афганистан лезли. 14 700 гробов пригнали с Афганистана. Мало? 70 тысяч коллег живет сегодня. И где он, Афганистан? Что-то получили с него? Туда даже царь не лез, в Афганистан. Понимал. Это не с Финляндией воевать. Я и говорю, что мы христиане. Но это я один ролик только беру. А бывает, и там еще встает. Вот вы сказали, бесы, там эта Детлова группа погибла. Никаких бесов нет. Православные их не признают. Как же не признают-то? Вот сейчас, сегодня ко мне ролик один подбросили. Алексей Мороз. Запомните его. Священник. Очень хорошие, говорит он, небольшие ролики. Но про колдунов, айкида занимается разное. Там эти вот, восточное единоборство. Рерихи. Все от сатаны. И как-то, говорит, по телевидению было. Они говорят, вот я могу сделать так-то, приворожить то другое. А так помощник нам помогает. Хотите, мы по телевидению можем вам сделать, что этот помощник будет у вас. То есть по телефону он может беса ему дать у тебя свой, будет бес, который тебя и задушит. Прямо по телевидению, он говорит, удивился даже. Собеседник твой. Он прямо с тобой будет жить, наворачивать, являться тебе будет. Я не отмечаю. Здесь в полном смысле не бросать жемчуг. Он не знает. Я выставил материал, ты его проштудивай, прочитай еще раз. Почему? Если я говорю, святой Иерон, он не пошел воевать, и ангел является одобрил. И жития Дмитрия Ростовского. Андрей Стратилат. Стратилат, это означает полковник, военачальник. 2896 солдат. Самое храброе. И они уверовали. А за ними погнался селевк, военачальник. Они зашли в узкое ущелье, и они могли за себя постоять. Но они все склонили головы. И желаем быть, говорит, со Христом. А они всех их постекли к пшеницу. Почти 3000 человек. И церковь прославляет их. Ну, вы хотите воевать, воюйте. Но этих-то, зачем вы героев затираете-то? Я хочу этим подражать. Я хочу быть похожим на Иерона. И поэтому все это выставлено. Вот когда они на каждый пункт ответят, и я увижу, что моих доводов было недостаточно. У меня еще есть доводы. Они не на один... Ну, я 150 свидетелей вывел, они вот так как отмахнули. Отойдите, я буду свое. Иди. Ну, иди и воюй. Иди. А вы не думайте, что она вот такой уже глупый. Он профессор. Он умный. И Иоанн Затауз говорит однажды, вот Давид пошел, мальчишка-то и убил Голиафа. Ну, здорово. Его ставят пример. А еще бы лучше было, если бы он не убил его. А его перевел на свою сторону и направил против филистимлян. Вот что надо бы, можно было сделать-то. Ну, здорово-то было бы. Это вообще не выскажешь даже. Вот Россия молилась, а там, ну, пришел, там, он теперь этот, Тамерлан-то, уже все. И Россия завоевана. Все храмы были открыты, как день Пасхи. Россия, говорит, на краю пропасти голову свесила. И ночью ему в видение явилось Божьей Матери, погрозило пальцем. То есть она обратила на свою сторону. Он утром повелел снимать шатры, перед Ельцом был, и направился в юг к Астраханскому ханству, которое все время громило Россию. Он уничтожил его, и сам ушел в песок и исчез. То есть это событие было. Но и Ленин учился на пятерке ульянов-то. Володя идет еще в дверях, там в стенках кричал. Чистописание пять, история пять, закон божий пять. И его аттестат выставляет это. Пятерки у него были. И он этого едем ухватил. Ему говорят, у царя армия какая. Там ничего не сделать. Армия? Так ее надо направить против. На себя повернуть и направить против. То есть это что Златоуст сказал? Он усвоил на пятерку. И так армию разложили, и теперь армию направили. И армия пошла громить колчака и всех. Я эту историю просто... Это нигде я не считал. Малюси смотрю, они изучали. Он сидел, писал все время ночами. Он переделал историю. А русские знали что-то? А что не знали-то? Вы слышали слово «салтычиха»? Кто знает про нее что-нибудь? Ну, кое-что известно. Это до революции было. Кто она такая? Ну, помещица. Что она делала? Чем прославилась? Помещица. Помещица. Издевалась над своими крестьянами. Убивала. Рещи идет около ста. Крепостных только убила. Резала, кипятком травила, как угодно. И, наконец, уже правительство тогдашнее арестовало ее. Собаками травили. Так это все и поставлено теперь. Это все пошло в ГУЛАГ. Они и поставили свои Фрэнкли. Они и пошли это все делать. Я вот задумался, какие они. Они были очень хорошие ученики. Учились на пяти. И поэтому, если бы они на мои, которые я отзывы даю, отзывы, не отзывы, а прям под роликом-то, прочитали-то, они были бы хорошие ученики. Но ни одного нету из других. Свои некоторые выставляют. Ни на что не смотрите, Игнатий Тихонович. Мы греемся у вашего костра, другая. Мы уже несколько лет пасемся. Да и ролик-то этот сделан, и самые лучшие мои друзья. Сергей Козлов, Андрюсенко Александр-то. Я Сергей подписал, говорит, мы должны менять тактику людей привлечь. То есть мы договорились, что он на меня нападает, как Павел пришел, противостал Петру-то. Они бы с тобой как бы договорились-то. А остальные тогда замолкли. Вот что. А другие-то на полном серьезе вылезли. О, наконец-то мы дождались, лапки набьют. Я привел там пример с этим, с автобусом-то в Москве-то. Ну, началось, говорит. Я бросился лупить их, узбеков этих. А ничего не получается. Нападок-то никаких, собственно, и нет. Они хватаются, видно, что ничего не знают. Если бы он выступил серьезно и сказал, вот я прочитал, и вот этот пункт мне непонятно. А почему? Я бы ответил. А ничего нет. Он приется, под себя гребет и бросает. Что я могу сказать? Я могу только отойти от него. Меньше зловония будет. А любое слово я скажу, они этого только и ждут. А мне не надо. У меня колокольня стоит на фундаменте. Пускай они вокруг подвизгивают, бегают. Это моя колокольня. Во славу Божию. Вот почему. Да, понятно. То есть здесь скорбь ваша может быть только к тем людям, которые уже сидят рядом с накрытым пиршественным столом, а ничего взять не могут. Потому что или не видят слепые, или и глухие, и слепые еще и обоняния нет. И даже не нюхают. Призвали одного из монастыря святого за стол. И он сидит, глаза опустил. Один за ним наблюдает. Потом посидел, поднял глаза и заплакал. Он говорит, а что ты? А вот главные, которые сидят здесь, князья-то, я увидел, у них голов нет, они все безголовые. И которая помещица его там прогнала, и его увидал безголовые. А что это означает, не знаю. Оказывается, Иван Грозный уже идет с войском в Новгороде, и всех их обезглавит. Вот эти, самая главная верхушка будет обезглавлена. Он один только видел, а остальные, здорово, чокаемся, нипочем, у нас стены такие. Все будет разрушено. И поэтому я на них смотрю, они приговоренные. У них шанс, придя на наш канал, получить покаяние. На нашем канале спорить не надо. Дается материал совершеннейший. Ну, из источника, из Святой Библии. А у них ничего нет. Они ни писания не знают, они лепятся что-то. Вот патриархия, патриарх, там где много. Это будет разрушено, и вы на пустоте окажетесь. Храмы, храмы. Вот где-нибудь Господь упрекает, говорит, проклините, проклините Мирос. За то, что не пришел на помощь с храбрыми. Какие они храбрые-то перед властью соединяются. С советской писали перед ним, с этой. Но нигде три раза не говорится. И только в одном месте. Вы говорите, храм Господень, храм Господень, храм Господень. Все будет разрушено, проклинит. Трижды говорит. Нигде больше я в Писании не нашел этого. С таким отвращением. Так это единственное место. По повелению Божию. По Божьему небесному проекту. Но вы-то из него идола сделали. Все в храме. И храмы вы там вокруг лепились. Храмы идут. Это не нужно Богу было. С чистым сердцем придите. Пусть одна будет овечка, не табун. Храм Господень. Все будет разрушено. Вы помните в фильме Иеремия, когда он первые слова начал об этом говорить. Очень сильно. Я не говорю. В самом начале, когда я вел занятия в университетах, спрашивали, нужно ли помогать в храм Христа Спасителя. Я сегодня говорю, он не нужен. Не нужен совершенно. Кроме соблазна там ничего может и не быть. Можно? Мама говорит, позвонили туда. Она ходит в храм Бугачева в Красноярской деревне. Ну и позвонила там прихожанка Лена, знакомая. И говорит, ой, у нас-то радость какая. На Рождество-то столько народу было и молодежи. С разных там еще оселений собралось. В общем, вся площадка перед храмом была забита. Аж до самой дороги. Ну там где-то метров 20. Вот, порадовались. Ну и потом рассказывает. Ну, все так отлично у нас. Ну, правда, там вот у нас маленькая такая как бы неувязочка. Вот этой Лены, двоюродная сестра, занимается торговлей, говорит, у нас в храме. Ей, говорит, хорошо, когда много народу. Она, говорит, продает хмель, напиток этот, как называется там, который настаивает. Медовуху, говорит, продает. А самое главное, говорит, она что сделала? Она прям в церкви, киоск, и она прям на киоск пришлепала этот, этот, прескурант. Сколько мед стоит, сколько медовуха, сколько там, и вот так, и полностью. Я говорю, как у вас все хорошо? Прям активно хорошо. А батюшка что молчит? А батюшка ничего не говорит, потому что, говорит, это Лена, утварь серебряную, говорит, взяла для храма. Повязался батюшка, как валаам. Я говорю, эх, мама, все-то у вас хорошо, да ничего нету хорошего, как в той песне. Ты из этого скажи, скажи, вот прошло 4 дня, теперь соберите этих людей снова, как мусульмане, 5 раз в день полный храм, 20 тысяч набьют. Соберите, чтобы одни мужики были. И чтобы все одновременно склонились, видели, как они кланяются. Больше ничего не надо, когда увидите, что это просто ветер нагнал и отошло, как мусор. И больше ничего, как мекина. Ну, соберите сегодня, завтра, послезавтра, это каждый день, 1300 лет, 5 раз в день собираются все. Да куда нам, даже язык не надо высовывать. Это, они не знают ничего, они коронованные Кораном. А Коран им подсказывает, что делать. И все. Ну, вот мы были последний раз на елку, ну, перед Новым годом, на елке. И в интервью попытался я взять этих мусульман. Ну, и стал говорить о Христе, что Христос сказал, что и врагов надо любить. Я только сказал, молодой там стоял парень, он у меня, кстати, Евангелие взял. Он такой, что? Да я сразу бы, говорит, убил любого врага своего. Любого, говорит, врага я сразу бы убил. Ты что тут говоришь? А-а-а, так бахнул рукой. Пошлите. И ушли все. И прям, труб, сразу. Такой табун стоял, человек 20. Моментально ушли. Все ребята подтянутые, правда, не очень высокого роста. Все подтянутые между собой, видно. Не стоят, не плюются, ничего. Не курят. Стоят, беседуют. Для нас это до такой степени не принято у нас все это. В наше, вот, мое время еще было бы, собирались там, футбол вместе играли. Ребят много было, до 20 и больше человек. А сейчас я не вижу, все отдельно. Ну, два-три соберутся там, пиво пьют или какой-нибудь там, это, свой тоник или с девчонками там стоят, гогочут. Плюются все, конечно. Одеты в чем-то непонятно. Эти, нормальная стрижка, все, все серьезные. Никто себе там не осклабится, никто не позволит. Только это, я подхожу с Евангелием. Нет, да, у нас Коран. Я говорю, вы читайте Коран. Он смотрит на меня. У нас Коран. Так, что не понимаешь, дед? Он только уважение за мои бороды. Он меня так разорвал, заглянул в душу и еще туда сказал. Коран. Продолжим. О скорби и утешении. Восьмой стих. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Асия – это регион в Турции сегодняшней. Поскольку упомянула скорби неопределенно, говорит нам толкователь Блаженный Феофилакт, то теперь поясняет, какая именно скорбь была. Через это же и любовь показывает к ним, ибо любви свойственно открывать другим случившееся. Вместе с тем представляет и объяснение своего промедления. Вася, и говорит, случилась с ним скорбь, о которой он говорит и в первом послании к Коринфянам. Ибо, говорит он, для меня отверстие – великая и широкая дверь, и противников много. Это 1 Коринфянам, 16 глава, 9 стих. Казалось бы, одно и то же, говорит, когда выражается чрезмерно и сверх силы, но в самом деле не одно и то же. Он говорит вот что. Искушение было чрезмерное, то есть великое, потом, так как искушение, будучи и сильным, может быть мужественно перенесено тем, кто в силах перенести его, говорит, что оно было не только великое, но и превышало наши силы. То есть и великое, и невыносимое, такое, что мы отчаялись даже и в жизни, то есть не надеялись уже и в живых быть. Такое состояние Давид называет вратами ада, болезнями смертными, потому что они рождают смерть и тенью смерти. Псалом 27, 47-й и 45-й стихи. Вот так скорби. Были ли у нас такие скорби? Хоть раз. Отчего они были скорби эти? Вопрос зададим. Почему такие? А откуда они явились эти скорби? В Асии-то. Что это за Асия-то это такая? Ну Антиохию мы еще знаем. Иерусалим, конечно, известен. Иерусалим, понятно. Асия. Это на пути между как раз вот Римом, Антиохией, там Асия следующая лежит. То есть и туда Слово Божье пришло. И, по словам Господа, в дом вошел не мир, а меч. Но меч Господень вошел в этот дом. Лосинский. Он разделил здешних и верующих даже, и неверующих. Всех разделил между собой. И оттуда появились еретики, появились там. Те, которые начали быть первыми гонителями. Те, которым что-то не нравилось, сначала приняли. И вот Слово Господне по притче Господа. По притче где-то упало на каменистое место, где-то при дороге. И засохло, говорит, корень неглубок. Все, принимали сильно. А потом дальше тернии, волчцы посмотрели. Ух ты, какие законы-то. А нам все не подходят. Каноны. Вот почему они не отвечают, Игнатий Ильич. И даже если что-то прочитали, и даже до конца они ничего не ответят. Они только врагами уже станут, если им ничего не надо. Они будут только к скорбям везти человека. Им охота его уничижить до конца. А почему? Это же даже не... Он даже междометий между этими документами не ставит, Игнатий Ильич. Просто берет один документ. Берет второй. Сказал один святой. Сказал канон. Канон такой-то. Канон поместный. Это из святоотеческих правил. А вот так стоглавый говорит. Откуда такая злоба в человеках берется? Потому что имен у них нет у этих людей. Бесы. А как бесам отвечать? А мы помним, служанка бежала и кричала, это рабы Бога Всевышнего. И он сказал, замолкни. И замолкнул навсегда. И все, и перестала доход приносить своим хозяинам. Почему? Да потому что бесы. И написано, толкователь говорит, и бесы даже будут говорить истину. Не слушайте их, потому что говорят бесы. Для этого они не просто говорят, а с тем умыслом, чтобы завести в дебри, в дебри неверия погибели. Ересей. Почему все спокойно взяли эти ереси сейчас на себя, натягивают это одеяло? Ну не идет уже, оно рвется. Тянут все равно, потянут. Две тысячи уже. Двадцать тысяч. Двадцать первая уже тысяча заканчивается ересей. И все, плодятся и плодятся. А бесам это и надо. Потому что это и есть рассеивание, как пшеницу, которую сатана просил у Господа. Для Петра и учеников его. Но Господь не дал. Значит не от Господа это рассеяние. А от них самих. Почему они не читают до конца все? Почему они на все, что если немножко только им сказал что-то, вот о житях святых, там, или о престой боговаре. Городица что-то сразу. Что это? Нам это надо, эти сказки? Ну нам это надо. Вот такими словами. И ты видишь, что человек совершенно пустой. О чем, как говорить-то с ним? Сейчас я скажу. Вот этот ролик. Он имеет под собой с моей стороны несколько десятилетий работы. А он 10 минут на нем не было. И меня спрашивают, ну а вы предполагаете, что взялся бы какой-то ученый муж, сейчас не знаю, доктора богословия. Смогли бы о нем ответить? Не смогли. Совершенно не один. Ни здесь, ни за рубежом. То, что я выставил материал, ни один не ответит. Почему? У них не хватает материалу. Материалу не хватает. Вот говорят, во сне может дьявол или на его даже привидением показать Христа, Божью Матерь. Может показать. Но крест не может. У него нет материала. Любви нет. Вот у этих людей, которые нападают, нет материала любви. Нет. А к чему нету? Нет любви к Биглии. Нет любви к Богу. Нет любви к людям, которые ничего не знают, которых они задурманили молебнами, акафистами на одном месте. Крутят годами, десятилетиями. Нелюбви к житиям святых. Я привожу, допустим, жития святых, ну 35 человек. Но ты их найди, когда их 1173. Это было бы написано, что у него... А его надо всю биографию читать. А иная биография, 51 страница в книге, как Серафима Саровска. Они не знают, но я могу и сказать. Самая большая биография. Как он может опровергнуть, когда он не знает. И далее. У них нет любви к Богу, потому что все над всем страх. Они боятся друг друга. Они боятся вышестоящего. Боятся, что его выпнут с этой должности. Он с голоду помрет. Он же ничего не может больше делать-то. И поэтому он вылупается. Из кожи лезет вон-то. Как он скажет, что надо идти смело и говорить, не бояться никого. А вы говорите смело. А я этих слов даже не знаю. Не смело никак. Я просто... Для меня это естественно, как дышать. Так написан канун. Я его выписал. И все. Опровергай теперь его. Ну, а это сказали когда-то. Так. Ты один пункт только опровергаешь. Второе. Правило Шестого Вселенского Собора начинается. Утверждаются предыдущие все. И это сказали трубы Духа Святого. Так написано. Трубы Духа Святого. Ты против кого поднимаешься-то? На одном 430 епископов. На одном, там на четвертом, кажется, 600 с лишним. Ты не просто соборное правило. Ты 600 епископов отбросил. Да ты и пустос. Ну, маленько ты сообрази. И в разные-разные-разные выкрутасы. Я им ответил. Семинарии, академии ваши нужны только для одного. Чтобы оправдать любое беззаконие. Грамотно. Ну, написано. Раньше 30-летние ставки пресвитера. Все. От патриарха до низу. Почти все. Нарушили. Они не каноничные. По поставлению. Вот почему. Правила эти даны для жизни. Они их извертели все. А вакуум борется за правила. Никон. А один в 21-й рукоположен. А другой в 23-й. Хлешатся. Аса, свааса. Всю жизнь. Бога не знают. И за что? Это я уже все открыл. Я делаю там. Делаю в этом материале. Делаю выставку. Допустим. Зарубежных. Храмов 360. Во имя святых столько-то. Во имя ангелов столько. И кого? Во имя святых. Святых 753 имен. Ну, спроси сейчас Осипова. Сколько же мужских именов? Он не знает. Я пальцами сидел и по календарю считал. А потом начал смотреть и везде считать. Какие сегодня есть имена. Сегодня 33 имени только. 5 процентов. 5 целых шесть десятых. Ну, куда ни кинь. Вот сейчас я брошу вот так. Володя. Сергей. Александр. Игорь. Ну, а Игорь у нас 4 щтеца и 4 Игоря стоят. Так и называются у меня. 4 Игоря щтеца. Да мало двое еще Игоря Владимировича. Ни фантазии нету, ни смирения. А ты назови его как вот. Вот у нас Алешка Устинов. Он назвал старшего у него по календарю Варла. Оно его зовут Варушка. Сейчас родился мальчик опять. Назвали Назарий. А Назарий это друг апостола Петра. А как? По календарю. Сколько имен-то было красивых. И я пока-то... Остальные жития неизвестны. И в честь их храма не называются. Людей вы не называете. Вы сделали кастрированное житие святых. Кастрированный закон. Кастрированная ваша жизнь вся. Ты бы хотел сказать, да трясешься за свою жалкую утробу. Ну, как я могу поверить человеку, который призывает жить экономно, когда знает, что у него сотни миллионов долларов на табаке да на водке. И весь мир это знает-то. И в их устах слово мертвое, оно не имеет никакой силы. А если бы он жил бедно, да сказал о бедности, оно бы зазвучало. И он зато усвысмеивает это. И говорит, говоришь против пьянства, тебя пьяного ведут с вечеринки. Говоришь о посте, а губы толстые, в рот не вмещаются. Куда ты такой жир наел-то? Как будто готовишься в город Касаде. Или тебя, говорит, в жертву хотят принести. Ну, в жертву надо, чтобы жирное было. Они ничего мне не могут сделать, никак. Потому они не отвечают. Мой материал выставлен. Давайте по канонам, посмотрите. Вы нарушители. Выставляют где? Вот Евангелие раздавать не надо. Так, надо сначала, чтобы человек обратился. Чтобы Евангелие... Ну, ты в уме или нет-то? А чего? И вот из такого сделают священника. Да Евангелие-то ты для любого должен дать, кто его принимает. Я иду по камерам. 3700 человек. 17 лет в тюрьме. Все время контингент меняется. Я открываю кормушку, только... Ну, охранник открывает со мной, который идет. Так. У вас Евангелие есть, камеры нету? А кто хотел бы иметь? Тот подходит. Дай мне обещание, что ты его не испортишь. Нет, я не могу дать. Отошел. Один подходит. Я дам обещание. Я его сохранил. Пожалуйста. Как я могу не дать-то, когда он просит-то? А это фантазирует. Он был в тюрьме? Работал? Нет, конечно. Сидел в тюрьме? Нет, конечно. Он от жены-то на полтора дня закатывался, может, и как в больницу. И он учит. Учит не по слову Божию. Ты смотри, сектанты, когда открыли им ход при перестройке-то, а они гнали сюда не вагонами, а кораблями. Литературу. И заезжали на грузовиках. Не на автобусах. На грузовиках. На стадион. И всем давали не Евангелие, а Библии. И потом на свалке везде Библии находили. Но это может быть только десятая часть. Остальное у людей в руках. Вот и все. Я все вспоминаю Бойко. Мне кажется, как Евграф повещал, или как его там. Вот. Он когда был юношей еще в армии, а потом плененый, и в Германии был, дошел, говорит, сколько, килограмм тридцать у него вес был-то. И пошел на двор, сентерия там, и бумажка лежит. Бумажку-то взял по делу-то, развернул, а там отче наш написано. И началось у него обращение, он пришел к Богу. А потом будет исповедником, христовым. Но не пришел он к православию, потому что православие он и не видел истины. Вот за это вы ответите. Все эти люди могли быть православными. И сектанты, и не сектанты, и мусульмане. Об этом не говорят, вот так обходят. И опять сегодня главная храма. Тебя вытряхни из храма-то. Что ты будешь делать? Я им даю задачу. Скажи, вот сейчас патриарх сказал. Вот сколько у вас священников? Ну, я не знаю, но тысяч, наверное, 36. Ну, давай из них 10 тысяч возьмем. С сегодняшнего дня больше в храм не заходите. Езжайте в близлежащие города, где-нибудь на север там. И на ровном месте начинайте. Вот что есть своими средствами, как апостолу. А тогда помощь будет. Я говорю, ты по уголам стоять на площади будешь, и тебе храм надо. А сектанты начинают говорить. Уже двое собрались и изучают. Его накормят обязательно одного. Через день их уже трое. А дальше они пошли по домам. И все говорит этот Дворкин. И примеры никакого не берут. Они ошалелые. Они ничего не видят. Прессмертные судороги издает православие. Они ничего не видят. И занятия, смотришь, где-то вроде занятия ведут. Ну, редко-редко, где по-настоящему. Вот смотришь, отец Геннадий ведет. Вот я знаю, которые ведут. А у них, которые ведут, я знаю, нитки-то все сюда идут. Где были, где встречались. Сейчас один тоже там ведет, говорит, такие занятия. И все время, говорит, спорить приходится. Но пока расположены не выгнали. Да если бы, говорит, не вы, я бы ни слова не мог сказать-то. Я день и ночь пасусь с вами вместе на ютубе везде. Это мне сообщают. Православные, за них молиться незримые. Нити начинают работать. Я знаю. Но нигде не надо уступать беззаконию. Так сказал Господь. А я думаю, воевать надо. Ну, иди, я тебя не удерживаю. Иди. Твоя участь. Кто ведет плен, сам пойдет в плен. Ты в плену не был еще. Это самое страшное наказание. Хуже смерти. Кто берет меч, взял, говорит, от меча погиб. Ну, что тебе надо? Русская земля будет разделена. Почему? Потому что все сделано для того, чтобы ее забрали. Земля Бога, земля Господня, и что наполняет ее. Никого нету. Пустуют города. Три человека на квадратный километр. А в других местах 57. Как в Китае, даже не знаю. Там, кажется, больше на один квадратный километр, наверное, 70 уже человек. Ну и как? Да кто это разрешит? И Путин обвиняет. И вчера мне вопрос юноша задает. А как про Путина? Вот старец один умирал и наказывал старец православных. Поддерживайте Путина. Он такой крест взял на себя. Он так старается, чтобы вытянуть Россию и поднять ее. Выступает Душенов Константин Юрьевич. Полностью ролик говорит о том, какие там указы издают, какие выступали за рубежом. Любой мы пытаемся уничтожить Путина. Подослать там, что угодно сделать. Убрать. Если добро мне уйдет, вперед ногами вынести. Это мою молитву, конечно, усиливает еще. Я за него молюсь каждый день. А хороший он или плохой? Да откуда мне знать? Меня Бог не поставил определителем, хороший или плохой. А молитву за начальствующих. Я это отвечаю. Так а почему ты только за него? А почему за него? Я за Порошенко Петра молюсь. За Обаму Барака. Чтобы нам все Барак-то не построил тут один. За Ангелину. Да. Ангелину вчера смотрю, там Меркель долбит со всех сторон. Выступает одна какая-то женщина. Ну, видно, боевая-боевая. И она все перечислила. Вам, Ангела Меркель, это все. Вы затащили. Вы к Третьей мировой войне потащили снова. Вы, Ангела Меркель, стравливаете немцев с русскими. И она сидит, Меркель, ее, как говорится, на сковородке крутит. И все это показывает. Как она выступает, и сразу на нее показывает она здесь. Да долго как говорит. Видимо, по регламенту так положено. И она все перечислила. Все ее заслуги, в кавычках. Не мне судите, я просто пересказываю, как есть. И выступает-то немка. Только посмотришь и думаешь, не знаешь, с какой стороны придет помощь. Мне за себя не надо заступать. А иной приходит и говорит. И знаете, я всегда так за вас заступался. Вот это я не разрешаю. Ты мне другом не будешь, если ты не любишь Бога. Бога моего. И не любишь ближнего. А ближнего не хочешь привести живое, непопорченное слово. Тогда мы будем друзья. А что ты за меня заступаешься? Ты завтра уйдешь. Если ты бороду отпустил, потому что все отпускают, то ты ее завтра сбреешь. Но если ты ее не трогаешь, потому что Бог повелел, она у тебя всегда будет. Для Бога, когда делаешь, тогда прочное основание. В любом деле. На меня и старобрядцы выходят. А я говорю, а как ты на меня вышел? Да я нашел, и говорю, смотри, один еретика нашел, и говорит, он с бородой, это на меня. А когда зашел православный, спрашивает про старобрядцев, Андрея Долгова, знаете, да это мой лучший друг. Лучший из лучших. И теперь его уже нет. Ну и разговор-то, это все выставлено уже. Он из Ижевска. Прекрасно видно, что человек интересуется. Там отец проходит и, видимо, сказал, а он признает предание. Крестится там нет. Я перекрестился, а отец спокойно пошел. Нам без предания православия-то нет никакого. Куда нам без предания? Это и толкование, и собор, это все в предание входит. Но мы сто главы собора, если уж берем, то что там говорить? Проще всего сказать так. Все удивляются даже. Вот смотрите, как у нас написано, покажи. Медленно. Любовь долготерпит. Они нападают, а я должен терпеть. Перехожу на долготерпение. Милосердствует. И я думаю, если бы мне Библия не попала от сектантов-то, я бы был какой? Я должен быть милостерпит. Любовь мне завидует. Я смотрю, а с чего я буду завидовать-то их-то? А они мне завидуют. А я с чего буду завидовать? Он трус. Он боязливый. Он боится. Всех боится. И дальше. Любовь не превозносится. А чем превозносить? У меня ни грамоты, ничего нет. Ничего нет. Ни имения. У меня есть одна любовь к Богу. Не бесчинствует. А где бесчинствует? Я сказал одно слово. Я в угол забился, и слова не говорю. Ни одного слова за собрание не произнес. Нет. Так. Любовь ищет своего. А почему? Потому что я уже нашел его. Мне не надо уже искать. Своего это мое Божье. Что Бог мне дал. А свое, которое мое личное было, я от него отвергся, встал и смотрю, неужели это я был. Любовь не раздражается. Понимаете как? Это качество относится к шестому. Привлекательность. Если мы по пустякам будем раздражаться, нас не хватит. Медленно, спокойно. Но свое дело делать. Не мыслит зла, но это уже от сатаны. Как она может? А вот зла я ему сделаю, он уже заткнется. Старикашка там, говорит, вышел какой-то. Что он понимает? Он предания не знает. Лодку свою не привязал, не туда. Не радуется неправде. Для меня это настолько чуждо. Это даже радуется истинь. Это полностью мое. Все покрывает. А они не умеют покрывать. Если плохой они взоров, плохой стерликов. А я беру от всех доброе. Я доброе нахожу у тех, о кого говорить даже страшно. Он меня задает иногда, пишет, говорит, у нас сочинение задали. Ну, напишите нам сочинение. Ну, я написал, да, к этому сочинение. Учительница, говорит, вышла. Смотри, у нас ученики, как понимают. А сочинение о ком? О Ленине. Я написал все. А теперь-то разрешается. И потом меня просят, напишите сочинение про Николая II. Я говорю, не могу. Это не мой герой. А вы могли бы в сравнительной степени показать Сталина и Гитлеру сходу, на взлет? А кто лучше? Говорить не надо, кто лучше. Гитлер пришел демократическим путем. Сначала голосовали 13%, потом 30%, потом 70%, а потом вся власть в руках. Сталин не голосовал. Его просто власть Ленин захватила, ему передал и все. Через убийство царской семьи. Все. Это разбойники. И тот дал из руин, из руин. Булка хлеба стоила, кажется, 3 миллиарда кроете в марок. Миллиарда. Мешками были деньги. Полностью страна в развале была. Версальский договор задушил ее. Ни армии, ни чего. И поднял ее за 11, сколько он, 13 лет был всего власти-то. За 5 лет, наверное, уже вся страна стояла на ногах. Его любили до безумия. Половина немецких женщин желали иметь ребенка Гитлера. А он не такой уж и красавец какой-то, не Сталлона там или кто-то. Почему? Он говорит, я венщины с Германией. Моя невеста, моя жена этой Германии. И вы что, его лучше ставите? О, бонять демона. Я еще хвалить буду, но я... Этапы их жизни. На Гитлера я не знал, что было. Сорок, кажется, 4 покушения. Покушения. И ни одно не совершилось. И при том, ну, офицеры заложили мину и должна лететь в самолете и взорваться. Не взорвалась. Я не до того удивлена, почему. Оказывается, окно было открыто, застыло с маской. И там, где должна была, разъедать, не разъела. Самый взрыв, который там Шаупенберг там называет, взорвался. Так у него ножка стола дубовая. А здесь дубовый стол. И в этот момент Гитлер склонился над столом. И взрыв пришелся. И не здесь, не в бункере было, а на веранде окна открыты. Сила взрыва разошлась здесь. Сколько погибло там. А он только чуть-чуть прихрамывал. Вот один же Муссолини встречал. Как юноша один. Я посмотрел. С пистолетом вышел. В это время люди стали хлопать ладоши там. И поднялись все, руки подняли. Он не мог сзади стоял, не мог выстрелить никуда. А другой тайно проникал. Знал, когда Гитлер будет выступать. Большая колонна. И он ночами долбил и долбил. Убирал все опять. Заделывал. Опять долбил. Какого цвета колонна все узнал. И заложил туда мощную мину. Сел и уехал. Но Гитлер на один час раньше приехал. Начал выступать на час раньше. И до взрыва успел уйти. Ну рвануло, рвануло. А погибли другие. А этого на границе Швейцарии поймали. У него карта была. Тоже расстреляли. Вот такие вот покушения были. Сколько где. И он говорил. Я бессмертный. И показывает. Пистолет сам себе подносит. Ничья рука не могла достичь. Своя. Пришло время. Он уйдет. Поэтому никаких покушений. Не надо ничего делать. Но вы же обращаетесь к власти. Апостол Павел обращался. Он обращался. Почему Павел в укор не ставит. А мне. Когда пришел племянник. И говорит. Там 40 человек. Заклялись. Не пить и не есть. Он говорит. Иди к начальнику. Скажи. Никому больше не говори. Но это фактически Павел-то не мог. Он вузык был. Фактически сам Павел обратился. И они ночью тогда командировали. 470. В воинах. И отправили его. Там где больше тюрьма. И лучше сохранят его. И все. Павел обращался. И при том. Как мы знаем. Не один раз. Меня упрекать не надо. Я по закону обратился к власти. Потому что нарушение закона Конституции. А это касается меня. Их не трогал. Они играют этим. Когда тебя зажмут. Ты к кому будешь обращаться? К колдунам пойдешь? Я знаю куда обращаются. Я обратился. И при том я обратился не убивать ничего. А просто подъехать. Чтобы смотрели. Чужие люди взломали мою квартиру. Это мне в упрек ставят. Я не могу к ним попасть никак. Моя квартира. Подъехать и посмотрите. Чтобы не было. Люди какие-то. Не местные. С юга. Как они отнесутся? В ночное время. Что я сделал не так? А они приехали с автоматами. Как ребенок рассуждает один. А чем они должны были приехать? С вилкой и ложкой что ли? С ухватами или что ли? И они никого не ударили. Не убили. И мне в упрек ставят. Но вы-то когда обращаетесь. Где? Серьянство. Сколько вы епископов на пытки отправили? Что все враги народа-то. На вас кровь-то до ушей. А мне в упрек это ставят. Ну что, как вы назовете? Никак. Безумие. Мстительность. Сколько раз мне канал закрывали. Сейчас гляжу. Подали на меня, что я присвоил ролик. И закрыли YouTube. А какой ролик? 17 лет занятий в университете АГТУ. Номер пятый. Я говорю, кафедру мне дали. Я стою. Это я за кафедрой стою. Это мои клиенты. Ролик составлял отец Иоанн Суворов. Как оно кому-то принадлежит-то? А теперь уже доходит в руки, что-то священник сделал православный. И передали это через Белоруссию. Но так или нет, я не знаю. Но я им написал. Я говорю, вы Бога не боитесь. Самое правильное, если они бы отозвали. Они говорят, мы отзываем это. И все отозвали, меня разблокировали. Отозвали. Но мое, они за свое выдали, как будто я у них своровал. А это нельзя делать. Ну и так понятно нельзя. Да сворали-то вы, а я у вас. Я и обратился к власти. Все стоит на месте. То есть меня ни в чем они не могут обвинять. Ни в чем. У них нет никаких данных. А почему? Да их вообще нету нигде. Я сидел, да, сидел, но я реабилитирован. В прошлый раз я говорил о Валерии Новодворской. Она умерла в прошлом году. Я один вопрос только задаю. Сама она умерла. У них какой-то нарыв на пальцы там был. В больницу взяли и 60 лет еще не было вроде. 62, по-моему. Да. Она на 11 лет моложе меня. И, да, вот 60-то, наверное, было у нее. Я положил ее в больницу и там умерла. Выступала себе. С облечениями советской власти. В моей памяти она осталась как смелая женщина. И что интересно, сколько она училась где-то в институтах, она по французскому языку шла, переводчица. Ее брали и помещали в психбольницу. Психбольницу. А почему? Тогда было дано. Хрущев сказал, у нас нет политических заключенных, а есть сумасшедшие. Все. Генерала Петра Григоренко арестовали. А какое заключение? Вяло текущее шизофрение. У ней вяло текущее шизофрение. И у меня это стоит, когда меня арестовали в армии. Я прошел. Меня 26 лет психиатрия давила вот этой статьей. А потом злоупотребление советской психиатрии. Но я на этом не зациклился. Разные ходы делал. В одном месте прошел комиссию. Они не досмотрели военный паспорт, где статья-то стоит-то. А теперь, когда мне нужен новый университет, я еду в тот город, снимаю копию и им отдаю. А ничего не нашли. Я сразу поступаю. 14 человек. Конкурс был. Я его прошел. Это 14 человек что-то стоило. Напа ушел. А ушел сам добровольно. Потому что в это время я обратился к Господу. Я конкретно рассказывать буду, как надо поступать, если не опускать руки. Валерия Новодворская, она не опустила руки. Она какая-то, забыл какая семья, еврейская семья что ли. По бабке там где. Ну, она очень грузная была, а то другое. Она была за Грузией, там везде. Я не находил нигде, что она поступала не по совести. Она так понимала это. Ее спрашивают, а почему? Что-то спросили, детей нету. А их воспитывать как надо не дадут, а отнят. И не зачем их иметь. Она шагнула так далеко. Это сегодня только думать надо. Это вообще. Я никогда это не считал. Я зарядил ее Новодворская. И ответ какой дает. Ее биография удивительная. Ну, русские люди говорят, они любить умеют только мертвых. Я не знаю. И главное, православная себя считала она. Я слышал. И будто бы ее отпевал отец Глеб Якунин. И она будто бы принадлежала к этой автономной православной церкви. Это все там написано. Я столько нового узнаю каждый день. А почему? Я свободный пенсионер. А вот еще написано же, что всякая власть от Бога. И мы-то, как бы, религиозные люди, верующие, еще при такой власти-то не жили. Вот в нашей стране. И как жить правильно. И говорить там, зачем вы обращаетесь к власти. Это наоборот, нужно пройти этот этап тоже. Там написано как. И для чего, говорит, начальствующий носит меч? Для чего начальствующий носит меч? Написано. Слове Божьем. За чего? Чтобы можно было награждать тех, кто делает добро. И наказывать тех, кто делает зло. Как же к такой власти не обратиться-то? И об этом пишет апостол Павел. Если верующие люди, они как могут вообще говорить о том, что вы правильно и неправильно сделали, что обратились к власти. Ну, тем более по какому-то вопросу, если это связано с жильем или с землей. Никуда без власти не уйти. Все принадлежит им. Мы сами-то ничего не имеем. Все государству принадлежит. Все регламентирует. То есть каноны государственные. Мы без них никуда не пойдем. У нас тут и адвокат есть свой. К нему сколько мы обращаемся. И по нашим вот тут зданиям. И везде где-то сами идем. И постоянно с государством у нас идет эта связь. Ну, правда, еще ни разу наказание-то не накажут. А вот, чтобы примировать еще это, у них нет. Доживем ли до этого? Вот в чем дело. Хотя вот Игнат Ильич дожил. Чуть-чуть этой власти было, пожалуйста, ему. За то, что его государство посадило, городская администрация. Ему вот это, где мы сейчас помещение, вот это дали дом. Там еще один дом. Земли столько много. Не каждый имеет в центре города столько. Миллионер тайный, просто никто не знает. Ну, такой странный, конечно. У меня претензий нет к власти никаких. Поступали несправедливо, а потом реабилитировали. Отняли, что-то вернули. Вот этот дом-то, в счет того, что я потерял при конфискации тогда было. И когда я обращался, вот, допустим, немец этот с ножами бил, окна весь изрезанный, я обязан был обратиться, потому что он на убийство пошел, людей собрал. Власть приехала, я его на колени. Он просит прощения, я прощаю. Его дети по сей день меня уважают. А он сам еще живое мои книги покупает. Вот чудо-то какое! Вот это вообще. Игнат власти. Меня в Америке спросили, а как вам КГБ помешало? Вот у вас такая цель большая. Я говорю, никак. Они меня сделали известным. Я бы в Америке не было, если бы ни КГБ. Если бы не посадили, вы бы про меня не знали. И поэтому у меня нет никаких претензий к ним. Абсолютно никаких. Помните, как у вас около памятника за бороду-то хватал? Да. Ни с того, ни сего. Причем не пьяный. Вот не понравилось ему. Все, он прям за бороду, Гнатиночка. Причем я рядом стою, я говорю, э, парень, ты что? Он прям через меня прорывается. И за Игнатия Тихоныча. Ну, попросили, патрульные проходили. Вот давай там с патрульными цапаться. Убежал в кафе, сел. Приехали двое офицеров, парни молодые, уже какие-то ОМОН. Скрутили в пять секунд, даже одну секунду. Подошли просто. Что-то раз его, и он уже вот так. И мимо нас прям вот так проводит. Мы стоим Игнатиноч, Татьяна Кузьминишникова. И вот так мимо-мимо. Его руку заломали. Он так идет. Но я еще вам покажу. Приехали в отдел милиции. Он, дайте мне позвонить. Ну, сняли с него наручники. Он вроде, буду себя хорошо вести. Дали ему телефон, я слышу, он звонит. И такой, мамочка, меня тут арестовали бородатые какие-то. Ты это, ты там, ты понимаешь? Вот такие наглые. Взяли и милицию позвали. И я теперь вот тут в милиции сижу. Да вот не знаю, выпустят, нет. Ну, ты вот приезжай сюда. Мамочка, мамочка, как обращение не знает Бога. Мы так к Богу обратились. А он, последняя инстанция, к кому обратиться? К мамочке. А сам здоровенный детина, ну лет 35-40 уже. И теперь мамочка, мамочка уже. Вот как заверещишь-то, когда придет она, скорбь настоящая. А мы должны Господа призвать. Мы идем из церкви, в Покровского. Едем на трамвае. Привязался один парень. Ну, девушки-то наши, видно. Не можем никак отстать. Мы с сослезвенно-аппаратурным идем. И он идет. Я говорю, идите спокойно. Я быстро вперед пройду. А он меня не заметит. Ну и правда, только за поворот. Вы отстаньте. Я за поворот, я как чистил вперед. А там милиция. Вы идите до милиции. Я забежал. Я в это время, я вел занятия во всех пяти отделах. Потом в городском УВД и в Краевом регулярно за мной приезжает. И была. Ну и милиция там. Я говорю, какое дело. Может, предстал один. Говорю, никак. А где он? Я говорю, сейчас будут здесь. Прямо сюда. Я говорю, они его ведут. И он так за ними идет. Как только он напротив дорожного отдела появлялся, он увидел, что милиция. Он рванул. А кого там бежать-то? Там тренированные ребята. Они мгновенно сшибли, его руки закрутили. И все. Говорится, кот в мешке. Как же вы к ним не обращались? А мы с погодным поблагодарили, пошли домой. Это люди для того и поставлены, чтобы охранять живущих нормальной жизнью. Так мы молимся о них, чтобы ночью... Молимся. Я каждую ночь молюсь. За милицию, за пожарных, за полицию. Чтобы Господь сохранил их опасную работу. У меня ни разу не было. Вот говорят, а ты обратись к ним, мы с тобой такое сделаем. Полиция-то там шпана, оборотни. Мне оборотни ни разу не встречались. Я просто говорю, интересно, сейчас говорят, если порнографические фильмы дома хранишь, 6 лет депутаты проголосовали или голосуют за порнофильмы. Я иду, а там, ну прям чисто порнографическая карта и все такое. Я подошел, говорю, кто же вам разрешил здесь, вокзал рядом, и вы, железнодорожный, кому какое дело, мы тут и торгуем. Надо же. И тогда был Фризен, он сейчас зам главы администрации городской, или зам, или какой-то должен, Фризен, Петр. Работал тогда там. Я позвонил. Да вы что, я говорю, да, так вот и... Я утром пошел, думаю, посмотрю, как пришел, еще нигде нет. Я походил, походил, подошел, говорю, а здесь киоск был какой-то, торговал. Какой киоск? Вчера милиция налетела, краном подцепили, говорит, его вместе с киоском куда-то его лакли, и духу где нету. Все. А мне пришла благодарность из милиции. Если бы все так смотрели, у нас бы разговор был другой. Я не за милицию заступаюсь, а за правду. Какие там есть люди оригинальные. Вот я в линейном отделе вел занятия, и в это время проходит высокий милиционер такой, седой, остановился на меня, так посмотрел. Так. Вы неделю назад были на старом базаре, торговали жирной свининой. Я говорю, в жизни не торговал никогда. Торговали. Второй был, видимо, ваш брат, похоже, помоложе он у вас. Я вспомнил тогда, я сейчас каким-то в ребрихе был, свинью заколол, а я помогал ему заносить ее. Это надо, он не знал, что со мной встретится. Он просто шел, и у него эта перфокарта работала. И он никогда не думал, что со мной встретится. И он меня высветил, и сразу мгновенно все рассказал. Я-то его даже не видал, он меня видел где-то. Это какие же специалисты. Со мной один сидел в камере и говорил, ну я говорю, разговаривай же, как попали. Да как, это бира, Барнаул-то. Тут уголовный розыск. Дурак. Меня сколько лет искали, не могли. И дернул же меня выйти, папиросы купить. С женой уже ехал, уже я уже никем. Ну, преступление было серьезное, ну, даже не в этом месте. И вышел, сразу меня, говорят, определили, схватили, скрутили. А теперь сидит. Барнаул считается яма. В то время, когда я сидел в 86-м году. То есть уголовный розыск работает. Недавно, то есть в прошлом году ко мне один приезжал креститься сюда, с этого, с Казахстана. Алексей Егорович Матюшин. Карманник. Ну, его брали там. Он обратился до чего, когда, я маленько скакнул, сказать. Он, как бы, на химии отбывал. И там пункт милиции был. И там он плакаты писал. Его брали-то. А я в это время помогал задержать воришек. Привели сюда. И я начал мою милицию. Говорю, что вы делаете? Вы зарплату получаете. Вы почему не смотрите? Молодое поколение гибет. Он, говорит, я сидел, я испугался. С милицией так разговариваю. Думаю, сейчас арестуют старика этого. А потом стал ходить. Вот в прошлом году он принял крещение. В прошлом, потерявки был. И он, говорит, я иду однажды по вокзалу. Лежу, говорит. Начальник уголовного розыска стоит. Фуфайки так. На бекрень, папироска у него. То есть он среди бомжей свой. И везде все выслушивает. Вот работают. Я подошел. Алексей Петрович, добрый день. Пошел отсюда. Он его разоблачает. Ну, что я могу сказать? Они работают. И поэтому я к ним обратился. А незаконная власть поставлена от Бога. Меня упрекать не в общем. Притом из-за того, что я вызвал, ни одного они не убили, никого не стреляли. Ну, они позволяют нормально жить. Так он не ко мне пристает, а к другому. Прямо обвиняют, в чем не следует. Я не на этом не раскаиваюсь даже. Что бы я? Моя милиция меня бережет. Маяковский писал. Не, ну, я не знаю, они то ли... Вот сколько фильмов-то везде. Сейчас и играют-то в полицейских, да в бандитов. Сейчас. Ну, кто его знает. Я не опровергаю ничего. Я говорю, как со мной поступали? У меня все по-другому, чем у людей. Потому что у меня мощная защита. Надо мной, как говорится, крыша неба. Кто, говорит, нас крышует? Прости, Господи. К Богу молимся. И молитва идет не до крыши. Выше неба. И Господь слышит, и видит, и... Что, следующий стих разрешите? Давай. Девятый. Второе коринфон, первая глава. Это мы гимн милиции пропели. Бежитый. Но сами в себе имели приговор к смерти. Для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Блаженный Феофилак, толкование. Имели определение, приговор, ответ. Какой давали дела. Хотя они и не издали голоса. То есть, прежде нежели мы подумали. Предстояло ожидание смерти и приговор. Какой произносили обстоятельства. Но на самом деле, всего не случилось. Для чего же, говорит, было это? Для того, чтобы мы научились не надеяться на самих себя, но только на Бога. Впрочем, Павел говорит это не потому, чтобы сам нуждался теперь в этом наставлении. Ибо кто более веровал, что должно надеяться только на Бога? Должно. Но под видом повествования о себе самом вразумляет других и вместе с тем научает смиренно мудрию. Вот одно из редких мест такое. Вот в этом стихе, в толковании. Здесь большими буквами выделено и подчеркнуто еще. Видите? Давайте еще прочтем, чтобы вы поняли о чем. Впрочем, апостол Павел говорит это не потому, чтобы сам нуждался теперь в этом наставлении. Ибо кто более веровал, что должно надеяться только на Бога? Как апостол, конечно. Но под видом повествования о себе самом вразумляет других и вместе с тем научает смиренно мудрию. Вот это вот у нас очень сильно Игнатий Тихонович использует. Ну, почему он так делает? Ну, во-первых, мы сами видим, почему. Потому что апостол Павел так делает. И во-вторых, нету евангельского истинно православного примера для нас. Просто нету. Как его показать-то? Если его нету просто... Ну, у житя святых, скажут, возьмите. Ну, сколько можно. Берем Матавилова, берем Серафима Мусаровским. Берем там Сергия Радонического. Как он там ходил у своих же монахов, работал. Они ему до этого давали сухари. Когда он их кусал, дым шел. Вот платили вот так вот они ему добрым сухариком. Ну, что можно-то берем? Красное солнышко там вспоминаем Владимира. Ну, кого вспомнить-то евангельский? Скажите, кто Евангелие проповедовал? Нету. Серафим Саровский ходил с Евангелием. Это однозначно мы знаем. У него была икона Престой Богородицы, по-моему, жемчуг. Которая жемчугом-то, как она называется? А? Не помните? Ну, в общем, Престой Богородицы. И Евангелие в Катунке. Вот когда пришли его там... Казанской. Нет, не Казанской. Когда его пришли грабить, то там, кроме того, что он лежал на каком-то топчанчике, и на пеньке вот стояла икона, Евангелие лежало. Все, больше ничего не было у него. Это все было. Но когда к нему приходили и беседовали с ним, мы не видим, чтобы он прям брал Священное Писание и начал по Священному Писанию объяснять. Все, конечно, на уровне, ну, нечто святоотеческого, что-то такого, зыбко-православного все было. Непонятно для нас сейчас. Септанты бы вообще его не поняли. Да, что такое, да? А вот если вообразить так, что была бы наша возможность у Серафима и у других, которые грабили, у него стоял бы сундук с Евангелием. Неужели он никому бы не дал? Когда люди уже расположены были, видя его, и каждому дал бы Евангелие, а при том бы они были грамотные. Это результат того, что Евангелие раздавать не надо, пока человек не обратится. Да как он обратится, когда нет Евангелия? Совсем прямо думают, что ли в уме или искушают сатана. Все всегда. Семя бросили куда? При дороге. Налетели птицы поклевали, то есть порвали, сожгли. Вторая часть, где даже обратились. Это семя, Слово Божие. А Слово Божие, оно материализованное уже в бумаге. Его даем, и не надо давать. То есть человек это не дает, и мало того, не дает. Он еще тормозит, чтобы другие не давали. Я никогда не встречал еще до этого выступа. Ну представьте себе, мы раздали только здесь на Тайской Краде 30 тысяч Евангелий. Только в одном коробейнике 450 новых заветов мы отдали. Сами покупаем. Это не надо. Да кого разве знаете? Меня не поставлено знать. Мне поставлено звать. Я зову на Брачный пир и даю документ. Вот как дорогу найдете на Брачный пир. Вот я даю путевку вам. Карта, где у царя пир будет. И все. А вот теперь я не отвечаю. Я не просто сказал, а дал ему карту. И вдруг этого не надо делать. И до сегодняшнего, до этого ролика никто так не говорил. Нигде. Это даже нельзя, лютыми волками нельзя назвать. Это надо придумать под видом благочестивой мысли и такую ересь гнать. Да если можно было бы, я бы дал цветную. Дал бы на каком языке он говорит. Но у меня возможности этой нет. Я поговорил. И разошлось. Почему Кирилл и Мефодий когда пошли, они первый вопрос задали. А если у них азбука? Если у народа нет азбуки, а просто говорить, а говорят, вилами на воде писать. А когда азбука есть, азбука для чего, чтобы написать Евангелие? Да он не думал каждому дать-то. А мы это даем. Да что, ваш труд апостольский, он выше апостольского. Выше. Апостолы только говорили, а мы даем их слова. Если Петр говорил, только Петр Павел. А мы все, что Петр, что Павел, что Иуда сказал, что Христос, мы каждому человеку это запечатлели и даем. И сдали. Как это может против этого быть? Это уже осатанять надо. И ложится человек после того, как сказал, не боится спать, не боится пищу глотать. Нелюбовь, лютая ненависть к пастве, к народу. И весь народ-то вокруг, все себя считают православными. Ты не считай, которые в храм пришли на занятия. А ты посчитай тех, которые вокруг-то вас. А 85% считаются православными в России-то. Они ничего не знают. Богохульники, блудники, воры, убийцы. И все православные. В православии самое опасное то сегодня, я так вот все время размышляю. Самое опасное то, что нет эпитемии. И мне это сказали в Доме Мулы. У вас как-то так поставлено. Даже любой грех сделает. Священник что-то там сделает. Партуком накрыл его. Прощенный. Назад он опять идет, опять тоже. Да нигде этого нет. Это все извратили. Это потворство не греху. Там эпитемия есть на это. К волшебникам обращался. Лечился. Ну лечился или нет Кашпировского-то. 9 лет отучен. Вот он строгий. Народ сейчас слабый. То есть что угодно огородит. Ты покажи, когда это правило отменено. Экономию придумали. Слова разные. Это строго. Это я кривее занимаюсь. А не экономией. Я люблю правила. Ты ненавистник их. Волк лютый. Ян Затаус говорит. Если священник не накладывает эпитемию. А имел ввиду конечно эпитемию. Не самовыдуманную. 40 поклонов за аборт. А 10 лет. При Василии Великому уже правила эти были. Он же раньше. Я на Затаусском лет 50 жил. И что? Гибнет сам священник и того, кого допускает до причастия. Вот они где умирают. И они ничего не понимают священники сегодня. Им надо раскрыв рот сидеть около нашего ролика и слушать. Пока есть эта возможность. Я не могу им отмечать ничего. Я гляжу эти надписи читаю. Я все закрываю. Интернет. И сразу на молитву и плакать. Посадимся за стол. Володя. Вот сейчас мы с тобой сели за стол. Ты о чем думаешь? Он думает как налить там кто. И вот смотри. Я в воду беру сейчас. Святая вода. Сначала просовка. Потом водичку. Я расскажу ход моих мыслей за столом. А прошло минут 5 как за стол сели. Какие у меня прошли мысли. Но рядом стояла у меня бутылка. Бутылка. Прямо село мне вручил. Игорь Барабаш. Молочная. Это я дождался. С торжеством. А сейчас вижу бутылки. Это и нет. И дальше моя мысль пошла к Барабашу. Барабаш пришел. А теперь бедный он по снегу где-то едет. То есть я уже от воды отошел на молочную бутылку. Моя мысль пошла дальше. Он теперь как едет. Какой он герой веры. Скольких людей он кормит. А сколько этих паразитов. Которые ничего не издают. У него земля 180 гектаров. Старенький какой-то рухлит комбайн. Столько скотины. И он никуда не прячет. Плачет с первого дня десятину. Я уже забыл об этом. О святой воде. Не забыл. А смотри как идет дальше. И дальше я вспоминаю. Кто больше всего трудился. Перехожу на жития святых. Начинаю от жития святых. Перехожу сразу к Евангелию. А прошло всего несколько минут. Это я ход своей мысли. Володе излагаю теперь вслух. Они у меня мысли идут. Такие не просто мысли. А рубленными фразами. О чем я думаю сейчас. Это у меня видимо наследовано от отца. Вот мы с отцом пилим дрова. У него одна рука вот такая вот. Отрубленная была на войне. А я подозреваю, что ему в Война Яценецке делал операцию. В Красноярском был. А когда отец под Дорогобушем был. Вот это там Украина. Ближе туда. Ему оторвало только вот так вот. А пока шел это все гнило. И вот так. И теперь ему отпилили. Говорят, ну а шкурку-то дальше, кожу-то. А чтобы завернуть на этой на кости-то. И отец все это вспоминает. Он рассказывает. Вот мы с ним пилим дрова-то. А отец смотрит деревню, а я как в другую сторону пила. И он увидел. Гусах-то. Это Семена Сеськова гусах. Ох, дурачок. Свою гусиху парит. Говорит, он пошел по чужим гусям. Гусям. Он знал всех на память овечек. Овечек там по тысячи полторы. На память любой овечку знает. Вот. И гусах-то пошел. У нас были такие вот ходили. Она у Кубасова там была. Он сразу от этого переходит. У кого такой был-то. Ну и у них девка была хорошая. И когда спрашивали, почему замуж вышел, она говорит, я не за жениха вышла, а за жеребца. У них жеребец хороший. Быстро бегал, говорит, кататься. Невеста. Невеста. И он откуда начал говорить отец. И отец дальше говорит, Кубасов-то он непростой был. Он все знал, что будет дальше-то. Он говорил, что коммунистов ничего не получится. Пыльным мешком из-за угла шурахнут. И они все говорят, что сделают. А начал-то сгустал. Сгустя. И он от одного на другое переходил. Вот почему? Потому что это все связано. Как дядь Чукар говорил, ты не трожь меня. Иначе так, говорит, вильну, ты не найдешь меня. И мне говорят, прыгать с темы на тему. Не с темы на тему. Мне хочется все сразу сказать. Сказать. И поэтому эту тему, я считаю, уже закончена. Я сразу перехожу в другой. Они это никак и не понимают. И говорят, как это так? Он еще мысль не закончил сразу раз и перепрыгнул на другую. Мне так интересно. Меня удерживал один архиепископ. Мы с ним гуляем. За рубежом было-то. Я ему говорю, он сразу остановился. Ты вот сейчас сказал об этом человеке. Я же этого не знаю. Да, правда, он не знает. Я же говорю о мэрии города. Я ему называю. Ну, пошли дальше. Только прошли маленько. Он опять остановится. Подожди. Ты сейчас о ком говоришь-то? Я говорю, это депутат, дума, священник. Ну, я же его не знаю. Ты подробнее дай. Я опять дашь. Он меня дергает и останавливает. Я когда говорю, мне кажется, что люди это все знают. Вот по Евангелию это. А люди не знают. У них другой уровень. Почему я... Мне кажется, что они знают. Зачем я буду объяснять, как они знают? Я этим унижу их, что они не знают-то. Мне кажется, что я их унижать буду, если буду это разъяснять. Да вот почему. Я гляжу на них, как они реагируют. Я сразу перехожу к другой теме. О чем говорил. То есть она широкая, масштабная тема-то. Ну, я просто не то, что там еще оправдывается-то. Когда среди своих, люди понимают об этом. Вот этот вот приятель сидит. Игорь Владимирович Добунов-то. И он мои стихи читает. Я гляжу на них, он их не понимает. Проходит, он второй раз просчитал. И на третий раз говорит, вот это да, вот это стихи. На них надо книгу писать, говорит, толкование. Каждая строчка событий библейской. И все вместе с цепочкой связано. И перенос называется экстраполяция на сегодняшнее время. И последний переход лично к тому, кто читает. Это тройной переклад. Это крайне редкое явление, когда так пишут. А как вы так написали? Понятия не имею. Рука писала. Я не поэт, никто. Вот сейчас стихотворение одно. Вечно зеленое дерево, только одно. И друг только один. И дальше об этом говорится. И еще скорость мышления. У вас мысль очень быстрая. Мы не успеваем, потому что у нас тормозная мысль. А у вас настолько быстро, мгновенно. И они вот эти братья-то, они этого не поняли. И поэтому они высказывают не только, что вот перебрасываются с мысли, с одной мысли на другую. Но еще и скорость мышления. Это тоже много значит. Они не поняли. Понимаешь, это как ты разгонишься в юности? Ну да, мы никак не разгоним. Ходили, ходили в отпуск солдат ему. Ну спроси в армии, что было. Да вот в армии был, я во флоте служил 4 года было, а не полтора. Это потерянное время. Я не считал его потерянным. Я занимался языками, изучением политических систем. Вот в отпуск увольнительную дадут, я иду. Две женщины передают, разговаривают. Я мысленно понимаю, это француженка, это англичанка. Вот что она говорит, я успеваю, должен по-французски говорить. А что англичанка отвечает, это и за ними. Я все время разгонялся на больших оборотах. Потом сразу думаю, вот это сейчас немка, а вот это вот такая-то. Я теперь, она говорит, я ее должен переводить. А они меня не верят, просто солдат бредет сзади. А у меня вихрь в голове ураган. Я работаю, вспоминаю, какое-то слово не вспомнил. Я их думаю, приду теперь там посмотрю. У меня в городе было три кинотеатра, в которые я имел доступ в аппаратную. Потому что там я мог вставить пластинки на английском, немецком, французском и слушать и учиться. То есть в воинской части нигде нельзя. Это не предел, это не препятствие никакое. А где препятствие? Препятствие в нас. Я у командования добился разрешения на час раньше вставать в армию. Ну ты найди солдата, у которого было бы разрешение. А что делал? Я приходил, там особое было место рубка. Я надевал наушники. Это рядом, Япония. Окинава. И слушал английскую речь во сне. В последний час, говорится, полусонный добывал здесь. А потом люди удивляются. А это надо тебе было? Не знаю, но мне очень это хотелось знать. И вот этот порядок мышления, быстрота, ухватывание, она сохранилась. Я думаю, я унижу людей, если буду им подробно что-то говорить. Они же это все знают. Но люди, ходящие к нам на занятия, они к этому привыкли уже. Они записками меня глушили. А вот вы там не досказали? Расскажите, что? Так неужели, думаю, это не знают? Это же ясно в Библии написано. Так они Библию не читали, мне говорят. Я так говорю, ну и положено Филакши истолковал. Так они в глаза его не видали. Они выговорить не могут. Фалакт, флаг, как угодно его называют. Филакт. Вот такое дело. Так что их претензии ко мне абсолютно обоснованные, справедливые. Правильно они говорят. Я теперь буду говорить помедленнее. Вот приехал, тут был журналист, писатель Быков. Вряд ли. Быков Дмитрий Львович. Он очень известный такой. И он говорит, Игнатий разговаривает. Быстрый, с Олженицовской речью. Я не знал, что он так ухватит это. И все. И благодаря своей уникальной памяти цыплет цифрами свободно. Он это заметил. А другой этого не видит. Какая моя вина в этом? Я стараюсь все время людей поднять на этот уровень выше. Вот я имел доступ к разным лагерям, к тюрьмам. И в одном месте выступал. Там больница была большая, краевая. И один из них, видно, грамотный сидит. И говорит, а вы могли бы попроще так сказать, чтобы наш зэковский ум ухватил? Я говорю, знаете, есть два варианта. Я хочу донести до человека, а он лежит в луже. Один вариант. Я опускаюсь в лужу, становлюсь на четвереньке, и начинаю говорить. Ваня, а ты зря пьешь-то. Годы твои. А другой вариант. Поднять его, встряхнуть его к забору, поставить и сказать, ты что делаешь? Ты что губишь на себя? Да может быть заехать ему раз-другой по щекам. Встряхнуть его. Вот моя задача. Я не могу опускаться до уровня самого низкого. Моя задача поднять выше. Чтобы он начинал мыслить с другой высоты, смотреть на самого себя. Один человек у меня знакомый, даже назову, отец Геннадий Фаст. В тюрьме был когда. Я слышу, как они говорят, там, ништяк, там, прочее. Я решил, там, какие-то слова сказал. Один сказал, батюшка, не надо. Мы сами замучились с этой терминологией. Говорите по-своему, по-божественному. И отец Геннадий этого не скрыл. И хорошо, что не скрыл. До уровня их не надо опускать. Но, конечно, надо осознавать, они все знают. Вот я вот хотел еще вопрос, Игнат Ильич, задать. У вас до пол первого? Да. Пять минут. А вот как вы считаете, вот то, что, ну, как бы, профессора Марцинковского, очень мало у нас, я не знаю даже, в православии вообще, как о нем строят. А вы прочитайте. Тут достоверный Левангелий, я включил в трехтомник его. И вот нашего известного писателя Лескова. Он тоже описывает как раз времена перед революцией, но не так задолго перед революцией. Но сравнивать не приходится. Лесков обладал огромным юмором. Сам был из священнической среды, и на него злобятся священники до умопомрачения. Он умер внезапно, ему Бог покаяния не дал, он все высмеивал. Да было что высмеивать-то. А Марцинковский, это был чисто евангельский проповедник. Владимир Филимонович. Я с ним знаком с первого почти дня, как обратился. Гора Кормил, Галерея. Везде у него первые слова были. Он уехал там был, и оттуда нет. Это был единственный лектор, который от советской власти имел разрешение. Я не знаю от кого, от Луначарского, видимо, Анатолия Васильевича, первый нарком просвещения. Один из самых, можно сказать, грамотных людей. И с ним ездил один музыкант. Сейчас я не знаю, какое, на чем он играл. И они выступали перед студентами. И он все это записывал. Марцинковский. Он же православный был. Прислуживал, в подряснике был. Ну почему? Да потому что не захотел быть в морге. Ему охота была на свет выйти. Такие таланты православие упустило. А если эти таланты не ушли никуда, они такое городили, считаешь, там, Бердяева, Лоскова, Зернова, которая там где-то... Даже куда Павел Флоренский-то забредал-то, конца края нету. Они не могли остановиться на том простом, что говорит вот Блаженов и Филак. Они куда-то наворачивали. Я почитал, даже воина Лука и Сынецкий, дух, душа и тело. Зачем? Это не подтверждается. Я однажды ехал в поезде. К нам в Потеряевку приезжал Олег Стеняев. Он известный такой сейчас. Но в то время он был в городе Каинск. Он как-то по-другому, в Новосибирской области. Он приехал сюда и... Такой мужик дошный. Какая-то у него целая система была. И он начал говорить и еще на разъезде под Стёпли. А когда сели, он продолжил. Я его выслушал, говорю, а она не... нереальная. Она не жизненная. Да вы что? Он ее исправил. Я говорю, нет. Надумано все. А почему? Я ему стал говорить. До Барнаула не доехали, он полностью отказался от своего. И все. С одним священником так же ехали. Я мог бы имена все называть просто. Он психолог бывший. И тух душа и тело ухватило у него. Три, я говорю, два, два. Человек дуалистичен. Никакой триады там нету. Два раза сказано. Это имеется в виду дух, в данном случае дух, душа, тело. Это настрой. Настроение дух. Веселый дух. Скорбный дух. Вот это вот. Дух и душа иногда называются по-разному. То дух, то душа. И мы с ним в поезде ехали день, поговорили. Он не дал виду, что все принял. Приехали в Москву, когда на квартиру-то. И люди пришли, кажется, епископ первый пришел. И он начал говорить. Я гляжу, он уже доказывает, что я ему доказывал-то. И уже громит и все. А виду не подал, что полностью все принял. Потому что те аргументы, которые мне Бог дал, которые я выставил под роликами, их никто никогда не опровергнет. И мне не надо даже... Если бы он встал и считал построчно, и как вы сказали, вот так и так, я бы вступил в диалог с ним. А так еще говорить. Там ничего нету. Он ни одного места писания, ни одного места жития, он ничего не... он не прочитал даже, может. А если прочитал с пятого на десятое? Ему надо где-то, как говорят, пособачиться. Но он не на того нарвался. Чего я буду лезть-то? Я в то время лучше помолюсь. Как бы была возможность такая, по скайпу поговорить, и чтобы рядом с ним стоял человек, могущий ему у дела в рот вложить. А я знаю, что они... Он материться начнет и что угодно. Они прячутся. Что вчера один юноша на меня вышел опять. Второй раз. Михеев Игорь. Ну, молоденький пацан, ну какие хорошие вопросы он задает. Сергей ночью уже выставил этот ролик. Мы вчера вечером говорили, а уже утром он уже стоит в интернете. Хорошие вопросы задает. Прямо хорошие. И они, можно сказать, некоторые, даже еще ни разу мне не задавали. И видно, что он работает. Увидишь, ему лет, наверное, 18, а то, может, меньше. Эй, откуда-то он тут. Ну, это в Подмосковье. Ну, все у вас, друзья. Да, даже не верится, что вопросы, которые вам не задавали, такие есть еще. Ну, может быть, здесь. Да, это будет. А, ну, ясно. На сайте я отвечаю 4124 вопроса. Это столько роликов могло быть. Так это только то, что сохранилось. Сохранилось в последние годы, которые записки я сохранил. А почему сохранили? Понятия не имею. Я все уничтожал. Была Наташа Приходько, и она мне говорит, ты пожалеешь? Мне говорят, вы пожалеете, Игнатий Тихонович. Не уничтожайте. Вот я пишу стихотворение, и она побудила меня держать черновики. И сейчас у меня черновиков больше наполовину стихов. Тысячи, наверное, на полторы. Хотя их 3467. А она меня к этому толкнула. Ну, я не осознавал, просто я люблю прислушаться. И когда я начал отвечать на вопросы, из мешка сыпанул их, там 3800 лежало бумажек. Ну, а потом как поступали? Я вот скажу, надо мной любой может командовать. И вы только со стороны думайте так. Вот сидит Алектина. Вот она. А она даже сама не знает, какое она влияние оказало, что я научился печатать на машинке и стал переплетчиком. А почему тебе самому не стать? А я сдавал книги, переплетчик, уплатил деньги. На машинке печатать тебе даете кому-то. А почему самому не достать машинку-то? Сказано, сделано. И она положила начало. Начата Кахаи. Она сказала и бросила. Эти слова я взял, пришел домой и стал думать, как это сделать? Пошел в типографию, познакомился, пошел к переплетчикам. А потом у меня на дому целый сцех переплетчиков был в других городах, в которых я учил переплетному делу. Я такие книги переплетал, которые в любом музее заняли бы. Ну, книга одна, 13 килограмм. Представь себе. Книга вот такая вот, я ее в мешке едва утаскивал. Я переплетал. Это старобрядцы, баптисты, новобрядцы. Все тащили книги. Я переплел, сейчас я не знаю, около трех тысяч томов только. Томов. Вот только Надежда Васильевна знает, как я. И какие приборы, и как обрезать книгу, и как делали лучше саря-токаря, как Александр Иванович Ивстинов. У меня просто переполнено было. Вот сейчас кое-где есть еще тетради по 500 страниц с корочками. Нету здесь? Нету. И на них как клеймок крест выдавливать, это мне сделали на Сибирской области. Если сказали, я сразу принял сведения. Напали на меня, сказали, что вы один говорите. Я каждый раз предлагал говорить вести собрание, нету. Пожалуйста. Я сразу, мне не надо воевать, ничего. Маленькое замечание, меня ветром вздуло. Я единственное, что никогда не отдам, никогда не отдам, без боя. Детский лагерь и староста вот здесь. Почему? Пока я не сумею убедиться, что тот, кто за мной, будет лучше. Пока этого я не вижу. Чтобы такая же была ответственность, так же он молился, такой же обиход с людьми был. Это то, за что. Я ни разу в жизни еще не сказал, а только делок, я за эту работу не держусь. Лично я считаю, таких людей надо убирать с должности сразу. Он ничего нового уже туда не внесет. Все? Круто? Двумать всегда круто. Круче некуда, в духовном. На навозной куче. Боже, милостив будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи, прости меня грешному, помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, и живи с десы, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны, и очистины от всяких скверных, и спаси блаже души наша. Святый Божий и врага, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети исцели немощи наше имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука ваго, ибо Твое есть Царство, сила и слава во веки, аминь. Господи, прими нашу молитву и воздяние рук, как жертву вечернюю и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, и прими нашу молитву, Господи, о всех западавших нам молиться о них. Дай мир Украине, Израиле и всюду, где войны идут. Смири правителей под крепкую руку Твою. Господи, Господи, утешь родителей, которые потеряли детей своих, верующих в Тебя. Будь милостив, пошли нам добрые жители и пределы наших общин расширь. Дай нам священника и место для занятия. Найди людей, которые окончили бы нашу работу в прошлом году. Распространили книги. И в то, что есть, Господи, сохрани от нападения лютых волков. И всем врагам нашим прости, умиротвори их и примири с нами. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, слышит раб Твой. Аминь. Я вот что хотел сказать. Мама, подойди сюда. Аполлинария что сегодня? День рождения. Так, пропеть надо, многое лето. Аполлинария. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето. С Твоего разрешения разрешишь положить руки и помолиться? Господи, благослови Аполлинарию. Соверши Твое избрание над ее душою. Саделай ее благовестицей, послушая родителям. Начни труд в ее сердце юном. Сохрани от всякого несчастного случая, от посигновения чуждых, зловредных людей. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Да благослови Тебя, Господь. Прященки хорошие. Спасибо, Христина. А сколько у меня еще конфликтов сохранилось? Спасибо. 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 Спасибо.